МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Минской области. Сегодня с вами Татьяна Никитина и Сергей Луговский. Всю неделю наши корреспонденты выбирали самые актуальные и интересные темы. О них расскажем вам в ближайшие 20 минут. Новые направления сотрудничества с Китаем. Минская область расширяет дорожную карту партнерства. Профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства. Пожалуй, самый вкусный сюжет выпуска. Вас ждет гастрономический обзор. А также побываем на турнире роботов по футболу и посетим смарт-уроки. Расскажем об IT-образовании в Минской области. И узнаем секреты ярн-бомбинга. Приглашаем познакомиться с новым уличным искусством. Новый уровень доверия и дружбы. Минская область и провинция Гуандун подписали дорожную карту сотрудничества. Первые контакты с китайскими партнерами уже налажены. За этот год в четыре раза вырос экспорт молочной продукции слудского комбината. Договорились и о поставках говядины, мяса, птицы. Нарастись взаимное сотрудничество можно и в сфере высокотехнологичных проектов, привлекая новых резидентов в Белорусско-Китайский индустриальный парк. Тем более, что в этом году Великий Камень стал лучшим региональным проектом инициативы «Один пояс, один путь». О белорусском потенциале репортаж Юлии Токарь. На юге китайского материка и расположилась провинция Гуандун. Не только самая многочисленная. Проживает более 100 миллионов человек главная промышленная область. Из наиболее конкурентных сфер – автомобилестроение, айти-центры и продукт питания. Эту нишу в первую очередь и займет центральный регион Белоруссии. Накануне была подписана дорожная карта. В апреле следующего года будут проведены дни Минской области в Гуандуне, где, естественно, китайские партнеры познакомятся более близко, наверное, с культурными традициями Республики Беларусь, с той историей, которая у нас есть. Ну, естественно, в рамках Дней Беларуси мы обычно проводим экономические форумы для того, чтобы наши предприятия могли более тесно посотрудничать и определиться с новыми рынками. Свои возможности предприятия Минской области уже представили в Шанхае на главной мировой выставке «Экспо» в национальную экспозицию вошли пять крупных компаний от центрального региона, среди которых и сыродельный комбинат из Слуцка. Результатом выставки было подписано долгосрочное соглашение о намерениях на сумму 100 миллионов долларов с одной из крупнейших компаний на поставку сухой молочной продукции. В Поднебесной уже оценили наше молоко. За последние 10 месяцев объем поставок только из Слуцка вырос в 4 раза. В перспективе планируют экспортировать сыр и мороженое. Технологи готовы учесть все требования партнеров. Технологи выезжали на эту выставку, общались с покупателями, узнавали их требования, чтобы мы максимально могли подойти точно к этому вопросу, разработать какие-то, может даже быть, специализированные продукты для этого рынка, чтобы нарастить объем поставок в этот регион. На новые объемы экспорта в КНР нацелены и мясокомбинаты. Но еще один важный аспект сотрудничества – это новые резиденты индустриального парка «Великий камень». Сегодня их более полусотни. Кстати, в основном логистические игроки – выходцы из провинции Гуандун. Был предложен для реализации в Китайском парке новый проект. Это будет прорыв медицинской техники у нас в Беларуси, потому что технологии, которые предложены китайскими партнерами, у нас не применяются. Данное предприятие получило на сегодняшний день сертификацию на европейский рынок и заинтересовано в размещении предприятия по медицинской технике в Китайском парке. Вот так, менее чем за пять лет, индустриальный парк «Великий камень» становится центром притяжения высокотехнологичных корпораций со всего мира и не случайно признан лучшим проектом инициативы «Один пояс, один путь» в Восточной Азии сразу несколькими ведущими изданиями. Имеется в виду то, что у нас в нашем парке больше компаний, которые начали работать, а потом приняли решение о реализации второго проекта. Либо взяли в аренду, либо приобрели повторный второй участок земли, либо взяли еще больше метров недвижимости под производственные назначения, либо открыли второе юридическое лицо. То есть пришли, попробовали поработать, понравилось и реализовали второй проект. Вот это, я считаю, самая интересная, самая достойная награда, и она подчеркивает то, что на практике действительно созданы хорошие, прекрасные условия для развития бизнеса. И действительно, взаимовыгодные экономические пути Белоруссии и Китая за этот год расширились в разы. Причем сферы сотрудничества не ограничиваются легкой промышленностью. За тендеры в Поднебесной борются и автосилачи БелАЗы. Именно на таких перспективных проектах растет потенциал Минской области, открывая новые горизонты на дорожной карте. Юлия Ток, Илья Пашкевич, Алексей Кондратенко и Александр Олешков. Новости. Центральный регион. Белорусский внешнеторговый вектор устремлен не только на восток. Предприятия агропромышленного комплекса экспортируют свою продукцию в десятки стран по всему миру. С одного только молока переработчики снимают сливки с девятью нулями. Экспорт по итогам года составит более 4 миллиардов рублей. А ведь востребована еще и мясная продукция. Впрочем, таких серьезных достижений ВПК не было бы без труда работников всех отраслей сельского хозяйства, чей профессиональный праздник отмечать сегодня. От полей фермы и до стильной упаковки продукта на витрине магазина. Вкус гордости. В гастрономическом обзоре Алексея Кондратенко. Более двух миллионов тонн зерна вместе с кукурузой. Миллионы тонн кормов на зиму. Цифры нынешнего агросезона для сельского хозяйства Минской области во многом рекордные. Но именно они позволяют с уверенностью смотреть в будущее перерабатывающей промышленности. Ну а его настоящее разложить по полочкам нам поможет экономист, эксперт АПК и руководитель мясомолочной компании Павел Стайнов. Отправляемся на международную выставку продовольствия «Продэкспо». Попадая на такую выставку, обращаешь внимание, что здесь сотни, а то и тысячи наименований продукции. Павел Анатольевич, а вообще реально ли посчитать, сколько действительно видов продуктов, товаров выпускают наши предприятия агропромышленного комплекса? Я думаю, действительно, не сама цель посчитать количество этого многообразия. Ведь рынок развивается, исходя из внешнего рынка и внутреннего рынка. Если раньше были выработаны технологически производить 2, 3, 4, 5 видов какого-то продукта, то с учетом проводимой открытой политики Республики Беларусь, как экспортной, так и импортной, к нам начали заходить новые товары. Это новые упаковки, новые вкусовые качества, новые виды продукции, которые как толкали нашего производителя, так и сам производитель, используя научный потенциал, накопленный в предыдущие годы, начал производить новые продукции. Это разного рода сырные продукты, сыр, именно производимый из натуральных молочных продуктов, с добавлением различных штаммов, различных бактерий, которые позволяют придать ему новые вкусовые качества, сделать его совершенно не хуже европейского. И это показывает разный уровень дегустации, что наша голубая плесень, белая плесень, которые уже производятся в Витебской области, в Минской области, эти продукты достойно могут заменить любой импортный продукт. Вот мы подошли к молочной продукции. Есть такое мнение, что молоко выгоднее продавать, чем, допустим, нефть. Так ли это? Да, действительно. Если сравнить объемы экспорта и поступления валюты в Республику Беларусь от продажи нефтепродуктов и товаров, производимых нашей системой агропромышленного комплекса, в том числе и молочные продукты, то это совершенно сопоставимые цифры. Они исчисляются несколькими миллиардами. Сегодня каждый второй китайский потребитель, который уже узнал вкус и качество нашей продукции, называет наше предприятие и говорит, например, я готов покупать сухое обезжиренное молоко с узкого сыродельного комбината. Или приобретать азиатские страны, например, первого минского молочного масла сливочное. Следующая остановка в нашем гастрономическом таком мини-обзоре – это мясная продукция. Павел Анатольевич, как сегодня обстоят дела с экспортом, в том числе и мясокомбинатов Минской области? Для наших мясников уже китайский рынок становится премиальным. И предприятия Минской области также готовятся и активно подают документы на аттестацию, на право поставки, как на рынок такой страны, как Иран. Но еще раз хочу отметить, ничего невозможно произвести без тех тружеников, которые трудятся ежедневно, ежечасно на своих местах. Алексей Кондратенко и Андрей Христин. Новости. Центральный регион. Сыграть в футбол с роботом или провести матч по сумо. Образование в формате IT развивают в Минской области. Школьники из Борисова сейчас готовятся к Республиканскому кубку по робототехнике. В STEM-центре, который открыли в прошлом году, занимается более 300 человек. Подобные умные классы сейчас открывают в разных городах региона. Для учеников это не просто возможность найти познавательное хобби, но и определиться с будущей профессией. Александра Кавелич стала гостем смарт-уроков и даже попала на футбольный роботурнир. Готовы? Раз, два, пошли. Чтобы определить победителя в этом матче, недостаточно забитого гола. Каждое движение смарт-футболистов под контролем юных конструкторов. Именно они день за днем совершенствуют навыки необычных спортсменов. Расскажи, как научить робота играть в футбол? Ну, самого робота не научишь играть в футбол, пока сам не научишься. Начинается все дело с конструкции. В этом мне помогает хорошее знание физики. Здесь же ты используешь стратегию, логику, мышление, критическое мышление в том числе. На соседней площадке схватка по сумо. Здесь в качестве роботренера Ульяна Авдюшина. Одна из немногих девушек на техническом факультативе – участница многих конкурсов по программированию. Я была в восьмом классе, и мы начали изучать датчики, учиться программировать. Мне понравилось программировать. Мне нравится математика, химия, поэтому я пришла сюда. Больше всего мне нравится сумо. Получается, у меня открыта программа. С помощью этой программы я рассчитываю, сколько он будет ехать, какие углы поворотов. В STEM-центре, который открыли в прошлом году, сейчас занимаются более 300 человек. От учеников начальных классов до выпускников. Для них это возможность не просто найти познавательное хобби, но и определиться с будущей профессией. В школе очень много разных направлений работы нашего STEM-центра, как программирование, это Scratch, Python, также у нас и робототехника, ВИДУ и ЕВ-3, что помогает детям в будущем выбрать себе специальность. Многие из учащихся непосредственно хотят стать в будущем программистами. Элементы эти занятия внедряют и в школьные предметы. С помощью Scratch-игр, к примеру, изучают иностранные языки. А благодаря дополненной реальности осваивают новые темы по естественным наукам. Через эксперимент, через элементы дополненной реальности, через элементы геймификации, элементы других веб-серверов можно интересно и, главное, практика ориентирована изучать предметы. Сейчас у нас немецкий язык очень активно развивается в STEM-направлении. Математика, физика, химия. Мы участвовали в Трис-Хакатоне, путешествия на Марс. Сейчас в планах создать в школе кабинет технологий. Большое пространство для научно-познавательных проектов, где свои технические и творческие идеи смогут реализовывать все энтузиасты. Александра Кавелич и Алексей Правдиков. Новости. Центральный регион. А эти школьники лучше всех считают деньги, а еще разбираются в инвестициях, цифровом банкинге, страховании. Областной этап Республиканской Олимпиады по финансовой грамотности прошел на неделе в столице. В нем приняли участие 70 школьников из Минской области, по три представителя от каждого района и города Жодино. В предыдущих же этапах свои знания проверили более 4000 учащихся. К слову, Республиканская Олимпиада по финансовой грамотности проходит ежегодно. Это совместная инициатива Национального банка и Министерства образования Беларуси. Для меня это очень интересно в плане развития бизнеса, какой-то сферы, также образование. Мне интересно познание в сфере финансов, в инвестировании. Вообще это все очень интересно, процентные ставки, депозиты. Симпатию к этой сфере привил мне мой отец, у которого есть высшее экономическое образование. Также я сам хочу получить высшее экономическое образование после окончания школы. И в целом, я думаю, что те знания, которые я получил в ходе подготовки к Олимпиаде по финансовой грамотности, обязательно понадобятся мне в моей взрослоосознанной жизни. Они достаточно хорошо финансово образованы. И с каждым годом все больше и больше участников желают принять участие в Олимпиаде по финансовой грамотности. Олимпиада и подготовка к ней для ребят велятся таким стимулом, чтобы получше разобраться в многообразии финансовых инструментов, которые сегодня существуют на рынке. Повысить свой уровень финансовых знаний, научиться планировать свое будущее, планировать свои доходы и расходы. Победители представят Минскую область на заключительном республиканском этапе. Он пройдет 13 декабря в Национальном банке Беларуси. Вокруг современного искусства никогда не утихают споры. Чего не скажешь об искусстве традиционном. Вот, например, вытянанка появилась еще в 16 веке на территории Беларуси. Теперь снова набирает популярность. Это узоры, которые вырезают из бумаги. Мастер из молодежи, Ольга Бабурина не только владеет искусной техникой, но и применяет свои знания в оформлении интерьеров. Создает предметы декора и украшения. А на ее резных картинах можно встретить Барбару Радивилл, Гедемина, Козу с колядной звездой, котов, сидящих на ветвях деревьев. По сути, в этом непростом искусстве нет никаких границ. Как народному мастеру Ольге Бабуриной удалось вдохнуть новую жизнь в искусство беларусской вытянанки расскажет Лариса Гулякевич. Ольга Бабурина родом смолодечна. Вучилась у дитячей мастацкой школы, потом умеры, в Гродинском университете жила в Минску. Зараз вернулася на малую родиму. Среди творческих профессий – дизайнерская, мастацкая, а ли самая любимая справа выразания вытянанки, якая, на думку Ольге, повинна стать соправдным беларуским брендом. Малевала я с самого детства. Это мое такое натуральное, как дыхать. Зацікавила вытянанка в мастацкой школе. Миновета тем, что ее никто не занимался. Тут и нараджается беларуская вытянанка, якой по взрослу амаль 500 годов. Даволе молоды від мастацтва относно інших сусветных традицийных рамюствов, ганчарства, ткацтва. Чем беларуская вытянанка вогуля адрознівацца от інших выразок сусвета? Это принцип шмат разового складывания. Это значит, что дзем не треба выразаць, там я складываю и вырезаю это. У беларускай традиции, у шляхэтной традиции было мастацтво силуэтных выразаний, якое пришло с заходней Европы. Там выкористовывались, звичайно, черного кольора паперы. Выразались некие силуэты и пригоживались женуцкие альбомы. Али у вязковой традиции бацананка робилась из той паперы, якая была. Это могло быть с газеты, могло быть с широй паперы, могло быть с белой. Якая есть, такая есть. Я лечу, что, когда у моей какой-нибудь прабабулі была папера такая вот рознокалеровая, я думаю, что она бы так само резала. Самый распавсюдженный сюжет беларускай вытянанки – дрывы життя. Тут важно усе. Куды глядять птушки и повернуты галинки. У вытворчасті набор паштовок для читання с детьми, профили магната у Великого князства Литовского и серая текстильных эковырабов. Вытянанка заусе десполучалась с іншими видами традиционных гармяства. По этой технологии рабились узоры для маляванных диванов и драулянной разьбы. А так само модных аксессуаров и сучасных принтов. Головная яевучаница – дачка Милава, якая малюе, лепять, музицируя и вытянная за собистым почерком, займая первое место у международных конкурсах, а традиционную вытянанку бачить у будущих бизнес-проектах. Сколько треба часу, каб набить руку для вытянанки, каб гэта робить без малюнка? Мне вот 13 лет, и я уже всю свою жизнь занимаюсь, этим. Но так, думаю, где-то год-два, чтобы без рисунка делать уже. Я думаю, что они сейчас очень модные, их можно добавлять на одежду, на сумки, на плакаты, их можно печатать на любой упаковке еды, допустим, чтобы их популяризовать. Думаю, что если продавать даже те же книги с иллюстрациями, с вытянанками, то вытянанка станет намного более популярна и будет очень круто. Вольга обрала для себя творчий псевдоним «Полуница» – мифичная птушка с белорусских казок, якая живе под землей и символизует творчесть и натхнение. У Марах побудовать вязковый казочный домик, декорировать усими видами вытянанки обовязково блакитного колеру. Лариса Гуликевич, Илья Максимов, агентство «Телена Вин». Согреть окружающий мир своим творчеством и раскрасить городской пейзаж. Деревья в Борисове примерили вязаные наряды. Теплые аксессуары создали сотрудники центральной районной библиотеки вместе с горожанами. Одевать деревья в своеобразные свитеры стало популярным во многих странах, кстати. Разноцветные пряжи, также обматывают скамейки, детские качели, фонари. Такое уличное искусство называется ярнбомбинг. Хотелось украсить нашу прилегающую территорию, скрасить серые будни. И очень отзывчивые борисовчане, они включились в эту работу. Например, в детском отделе проводились мастер-классы по изготовлению помпонов из разноцветных ниток. А детки в конце мероприятия, учащиеся в наших школах, гимназиях, могли изготовить каждый свой помпон, маленький или большой, и потом разместить на общем полотне. Вязные шарфики будут согревать деревья в Борисове и радовать горожан до наступления весны. Что же, время летит быстро, и мы завершаем наш выпуск. Увидимся ровно через неделю и вновь расскажем о самых интересных событиях центрального региона. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова